Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана «Прайм». Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей «Саров-24». В студии Катерина Пенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 8 за сутки. В Сарове растет число зараженных коронавирусом. Площадки в детский сад. В городе началась реализация областного проекта. Дворец детского творчества начал набор воспитанников на новый учебный год. Далее расскажем по всем подробно. Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, в Европейском регионе зафиксировано свыше 2 миллионов 200 тысяч случаев COVID-19. А также 181 тысяча летальных исходов. Несмотря на уменьшение вдвое ежедневного числа случаев заражения инфекции по сравнению с апрелем, риск все еще остается высоким. Вторые сутки подряд число вылечившихся от коронавируса превышает число новых выявленных случаев инфекции в России, отмечает оперативный штаб. По данным на 3 июня в стране выписано из больниц по выздоровлению от коронавируса почти 9 тысяч человек. При этом суточный прирост заболевших составил почти 8,5 тысяч. Более 80% смертей при заболевании COVID-19 Нижегородской области приходится на людей в возрасте старше 65 лет. Как сообщил в своем инстаграм заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, новая коронавирусная инфекция провоцирует обострение хронических заболеваний. При этом он добавил, что от коронавируса гибнуты более молодые люди. «У нас есть смерти среди молодых людей. Молодой человек 1985 года рождения. Программист. Боролись до последнего. К сожалению, не смогли победить болезнь. До сих пор ворчи вспоминают этот случай и скорбно опускают вниз глаза», – написал Давид Мелик-Гусейнов. Самый молодой ушедший Нижегородец был 1991 года рождения. Ему было меньше 30 лет. При этом не уточняется, были ли у него хронические заболевания. Также Давид Мелик-Гусейнов добавил, что в целом смертность от коронавируса выросла в мае по сравнению с предыдущим месяцем. По состоянию на 3 июня в области почти 11 тысяч случаев заражения. Как отметил губернатор Глеб Никитин, на рост количества заболевших влияют сразу несколько факторов. Среди них увеличение проводимых тестов, рост социальной активности и начало дачного сезона. Многие нижегородцы расслабились и решили, что укроза миновала. Но глава региона призывает граждан продолжать соблюдение правил режима повышенной готовности, так как пока область находится лишь на первом из трех этапов постепенного снятия ограничений. Тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше, так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. В Сарове за сутки выявили 8 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Выросло также число госпитализаций. В красной зоне клинической больницы номер 50 лечится 10 саровчан. Еще двое в Приволжском окружном медицинском центре. Еще одна беременная саровчанка с COVID-19 направлена в роддом Нижнего Новгорода. На карантин посадили 120 человек. Это на 25 больше по сравнению с предыдущим днем. В официальной группе «Канал-16» в социальных сетях мы спросили саровчан, есть ли в их окружении зараженные коронавирусом. У подавляющего большинства опрошенных никого, больного COVID-19, нет. Друзья или знакомые болеют у 9%, знакомые знакомых у 6%. Болен член семьи у одного участника опроса. О том, что болеют сами, заявили 1,5% респондентов. В августе прошлого года саровчанам предлагалось проголосовать на портале «Бюджет для граждан Нижегородской области» за 4 проекта. Зато саров яркий, зато саров доступный, городское лето в парке и современные детские площадки в каждый детский сад. Последний стал победителем опроса. На проект из регионального бюджета выделили 25 миллионов рублей. Тендер на постройку более 20 детских площадок выиграла компания «Спецсантех». Им предстоит обустроить на площадках резиновое покрытие и установить мафы, сетки для метания, баскетбольные щиты, футбольные ворота, лавочки, лабиринты и другое. На всех детских садах уже сделаны песчаные основания, осуществляется завоз щебня и уплотнение покрытия площадки. После этого будет производиться асфальтирование и уже устройство самого непосредственно резинового покрытия. Окончение работы у нас с начала августа, этого текущего года. Но будем стараться сделать все значительно быстрее, потому что не хочется затягивать, хочется двигаться дальше, чтобы компания продолжала развиваться. Проект детской библиотеки имени Пушкина «Необычные летние открытия от естествознаний к духовности» победил на международном грантовом конкурсе православной инициативы 2020 номинации «Малые города и села». В рамках его реализации предусмотрены просветительский марафон, творческая мастерская, театрализованные встречи, работы библиовидеостудии, создание виртуального библиографического пособия в помощь педагогам. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На улице Чапаева началось строительство новой детской поликлиники. Это будет пятиэтажное здание площадью более 8 тысяч квадратных метров. На первом оборудуют изоляционно-диагностический бокс, блок кабинетов неотложной помощи и лучевой диагностики. Со второго по четвертый этажи обустроят кабинеты консультативно-диагностического приема, эндоскопии, функциональной диагностики и лечебной физкультуры, отделение восстановительного лечения, клиникодиагностическую лабораторию и другие помещения. За день детская поликлиника на Чапаева сможет принять до 300 маленьких пациентов. Строительство планируют завершить к концу лета следующего года. 4 июня в Сарове начинается плановая иммунизация детей первого года жизни. Из-за угрозы коронавируса пациентов принимают строго по предварительной записи в сопровождении одного взрослого. Перед тем, как прийти в поликлинику, необходимо в обязательном порядке заполнить и принести с собой анкету для допуска в медицинское учреждение и информационное добровольное согласие. Бланки этих документов можно найти на официальном сайте КБ номер 50. Во вторник, 9 июня, в Саровской полиции пройдет прямая телефонная линия. Задать свои вопросы о приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях граждане смогут по номеру 60508. Прямая линия будет работать с 15 до 16 часов. В конце мая утвердили федеральный закон номер 161 о внесении изменений в закон об ОСАГО. Часть новых правил начала действовать сразу, часть вступит в силу через 90 дней с момента утверждения. Что изменилось и что еще изменится в правилах страхования автомобиля, разбиралась наша съемочная группа. При оформлении ОСАГО изменен коэффициент стажа и возраста. Минимальный коэффициент получат молодые водители, которые только получили водительское удостоверение. Минимальный можно получить уже в 30 лет при стаже вождения от 10 лет. Безаварийное вождение класс снижает, а попадание в ДТП наоборот повышает. Так, для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в аварии, тарифы будут ниже. Для водителей, которые нарушают правила дорожного движения постоянно, также они раз в год попадают в аварию, для них тарифы будут выше. Проступки повлияют на стоимость страховки только если они были запротоколированы сотрудникам ГИБДД. Видео и фото с камер фиксации нарушений пока во внимание принимать не будут. Как пояснили нам в салоне Саров Моторс, тариф ОСАГО также будет зависеть от назначения автомобиля. Водители, использующие машину для семейных нужд, совершают меньше правонарушений, чем, например, таксисты. По предварительным данным, страховка подорожает для 15% автовладельцев. Именно столько, по сведениям разработчиков законопроекта, на российских дорогах лихачей. Раньше, если человек не был вписан в течение какого-то времени, в течение года, например, ни в один из полюсов, не страховался, не был нигде зафиксирован, у него слетал КБМ, как раз вот этот класс, и были потом проблемы с оформлением страхового полюса нового. Сейчас же вот этот КБМ сразу же, то есть можно не страховаться в течение года и так далее, не вписываться ни в один из полюсов. Сейчас все будет автоматически пересчитываться каждый год. Специалисты салона Саров Моторс отметили, что минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов будет устанавливать Центробанк. Еще одно нововведение касается техосмотра. До 30 сентября включительно разрешено покупать страховые полюсы без предоставления диагностической карты. Ее или свидетельство о прохождении ТО при этом нужно предъявить страховщику не позднее 31 октября. В Дворце детского творчества проходит предварительная запись в объединении. Ребята и их родители могут выбрать из большого списка кружков и студий самой разной направленности – технической, художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной. Подробнее о правилах поступления и работы объединений расскажем в следующем репортаже. В новом учебном году Дворец детского творчества откроет объединения, связанные с ранней профориентацией. ДДТ уже давно занимается этим направлением в среднем и старшем звене школы. Сейчас хотят подключить и дошкалят. Мы даже говорим о профессиональном самоопределении. Как раз маленьким деткам мы будем рассказывать о мире профессий, чтобы уже с такого возраста они задумывались, кем бы им хотелось стать. Также у нас запускается программа по анимациям. То есть дети могут сами создавать мультики на интересующие темы. То есть тоже востребованное объединение. Также планируем открыть новую программу по техническому творчеству. Также Дворец сохранит и те программы, которые традиционно востребованы из года в год. Многие выбирают объединение художественной направленности, где детей учат петь, танцевать, рисовать в различных техниках или пить из глины. Затем идут объединения социально-педагогической направленности, как мы их называем. То есть это изучение языков английского, русского, профориентация. То есть именно вот эти направления связаны с изучением социального окружения традиционного. Ну а третье место у нас техническое творчество. То есть у нас кружки мы сохраняем, вот это направление. Ну и чуть поменьше, естественно, научное, туристко-краеведческое направление. Также востребованы шашки и шахматы. Выбрать можно и несколько кружков. Дворец детского творчества уже начал предварительную запись детей на новый учебный год. В этом году она проходит в дистанционном формате. На сайте ДДТ есть ссылка на электронные заявления, которые необходимо заполнить онлайн. С прошлого года у нас реализуется такой проект, когда запись детей идет через российский навигатор дополнительного образования. Для Нижегородской области адрес этого портала r52.navigator.dete. То есть там каждый родитель, желающий записать ребенка в любой кружок, неважно, во дворец, на станцию иных техников, в молодежный центр и так далее, должны пройти регистрацию на этом сайте и зарегистрировать своего ребенка. Пока навигатор закрыт для записи, так как дети с этого года переходят на следующий. Всю информацию ДДТ публикует на своем сайте или в группе ВКонтакте. Родительские собрания пройдут 31 августа и в первые дни сентября. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В Сарове участились кражи с дачных участков. Часто воры берут все, что попадется им под руку. Злоумышленники проникают на участки даже тогда, когда там находятся хозяева. Как уберечь свое имущество от воров? Расскажем далее. Отдыхая на дачу мангала или пропалывая грядки, всегда закрывайте на замок ваш садовый домик. Иначе рискуете лишиться ценных вещей. В последнее время воры осмелели и грабят дачные постройки, несмотря на присутствие на участке хозяев. Как правило, просто проходят, видят собственник на участке работы, заходят в домик. Даже если его хозяева там в месте преступления застанут, извините, я водички хотел попить. Простите, пожалуйста, я заблудился, не туда зашел. Такое у нас часто практиковалось, такое бывало. И, как правило, граждане даже потом, ну, может быть, он уже и совершил кражу, то есть он на выходе его поймали, но досматривать его никто не будет. Извините, простите, уходят, кошелек, естественно, выкидывают, денежные средства только забирают. Чаще всего с огородных участков злоумышленники похищают садовую технику, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. Пользуются спросом у преступников черный и цветной металл, строительные материалы. Нередко на дачные участки заходят и наркоманы. Ходят по садовым участкам в поисках наркотических средств различных, той же марихуаны дикорастущей. В основном эти лица, они все как бы наркоманы, как правило. То есть там нету таких, кто закончил высшее удивное заведение МВД России. Все, естественно, из числа, скажем так, неблагополучных, все вот именно, вот они эти денежные средства и впоследствии на наркотики как бы. Сотрудники полиции рекомендуют владельцам дачных участков быть внимательнее, выпалывать подозрительные растения, всегда закрывать домики и сараи. Наиболее эффективной защитой станет установка сигнализации. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Чем заняться дома? Можно бегать из комнаты в комнату, можно в настольной игре построить новую цивилизацию, можно перечитать войну и мир, а можно приготовить блюда мишленовского уровня. А чем занимаетесь вы, пока сидите дома? Расскажите об этом в новой рубрике «Дома не скучно» с К-16. Играем в лото и в домино. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, шесть, семь. Жили себе дед да баба, и была у них курочка-ряба. Снесла курочка-яичко, не простое, а золотое. Дед бил, бил, не разбил, баба била, била, не разбила. Мышка бежала, пи-пи-пи-пи-пи, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Принять участие в рубрике просто. Достаточно выложить свое видео в любую социальную сеть с хэштегом «Дома не скучно» с К-16. Рассказывайте о своих увлечениях, пусть вас увидят и услышат весь город. Дома не скучно. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы, и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова